Итоги дня. Начали с парада на Красной площади, закончили потасовкой у Киевского вокзала. В Москве прошел день ВДВ. Все как обычно, купание в фонтанах, толпы выпивших десантников и минимум обычных прохожих в излюбленных местах голубых беретов в парке Горького и на Поклонной горе. Весь день вместе с десантниками провел наш коллега Саша Медведев и вернулся невредимым в редакцию. Саша, тебе слово. Спасибо, добрый вечер коллеги. Сегодня у десантников был вполне определенный расписанный почти по часам маршрут, который можно назвать путем ВДВ. У командующего войсками генерал-лейтенанта Владимира Шаманова он начался совсем рано с поездки на Новодевичье кладбище и на Суворовскую площадь. Но официальное открытие праздника состоялось на Красной площади ближе к полудню. Туда десантники вместе с православным духовенством пришли по улице Ильинки крестным ходом, который начался у храма Ильи Пророка. Его голубые береты считают своим покровителем. На лобном месте отслужили молебен, потом посмотрели показательное выступление почетного караула Рязанского училища и небольшой парад. Шаманов принимал его стоя на лобном месте в окружении Харугвий, а мимо прошли рота Рязанского училища, где генерал учился, и дети из военных клубов. На Васильевском спуске к поздравлениям Шаманова присоединился Владимир Жириновский, который как бы представлял гражданскую власть, но выступал в форме. Его, кстати, по ошибке назвали председателем партии «Справедливая Россия», но Жириновский нисколько не растерялся и сказал, что где-то тут мелькал сержант Миронов, но перед десантниками будет выступить настоящий полковник, то есть сам Жириновский. У десантников есть своя премия, и сегодня были объявлены ее лауреаты. Среди победителей оказался актер Сергей Маховиков, который, как выяснилось, тонко чувствует душу десантника. А за победу над Роем Джонсоном наградили боксера Дениса Лебедева. Лебедев сам, кстати, десантник. На Васильевском спуске кормили кашей, поили квасом, но никто не мешал десантникам пить принесенную с собой водку. Можно было почитать свежую десантную прессу и купить сувениры, среди которых, кроме беретов, маек и флагов, оказались саперные лопатки неожиданно. На Красной площади десантников было немного, а праздник был достаточно скромным. Главные события, как всегда, происходили в парке Горького. А вот туда, примерно к середине дня, пешком и на машинах стекались основные силы. Десантники, кстати, остались очень довольны организацией процесса. Им понравилось оформление входа и исключительная толерантность дирекции. Особенной популярностью пользовались два арбузных развала, на которых торговали ребята, не раздражающие славянской внешности. В парке Горького происходило что-то среднее между пикником и карнавалом, со своими традиционными костюмами, кричалками, ритуалами. И один из обязательных, конечно, это купание в фонтане. И не помешала даже прохладная погода. Правда, вода была вполне комфортной температуры. Полиции, если не считать входа, не было видно вообще. Алкоголь в парке и окрестностях не продавали. Но едва ли это можно считать проблемой. У всех все было с собой. И довольно быстро появились и павшие бойцы. И пока я одного из них снимал, ко мне подошел очень серьезный человек в берете и вежливо спросил, «Не надо ли вас утопить в пруду?» Вот именно так и спросил. Третья обязательная часть пути – это Поклонная гора. Признаков анонсированного концерта я не обнаружил, а бойцов ФДВ там было не так уж много. Или они просто терялись на просторах Поклонной. Зато было довольно много бойцов внутренних войск, которые должны были следить за порядком. Они прогуливались по трое и грустно мокли под дождем. Конфликтовать с десантниками они не решались, даже если те начинали крушить мебель. К вечеру, правда, в Парк Победы стали активно прибывать отряды десантные, но вряд ли они там долго продержались под моросящим-то дождем. И, судя по настроению ребят, я сомневаюсь, что сегодня совсем обошлось без драк. Разбитые лица мне иногда попадались. Но серьезных происшествий, похоже, не было. И, кстати, на Киевском тоже никакой большой драки не было и даже никого не задержали. Коллеги. Спасибо, Саша. Хотел задать тебе такой вопрос. Скажи, как было организовано, извините, достаточно ли было туалетов в Парке Горького? Вот такой мой вопрос. Потому что арбузы, пиво, водка. Вот такой вопрос, Саша. Туалетов было много, но их не хватало. Спасибо. В том числе использовали и центральный вход. Спасибо, Саша. Александр Медведев наблюдал за празднующими десантниками.